Здравствуйте, друзья! Сегодня мы попробуем писать пионы на двух холстах с замечательной Аней с переводом на английский язык. У нас две одинаковых палитры с красками. Я буду вести свою работу, Аня будет повторять. Итак, холсты размером 50 на 70 сантиметров. Теперь нам очень важно сделать мягкой, размешать, разбавить белую краску. Мы работаем на разбавителе, на чистом разбавителе без масла, без лака. Разбавляем краску также разбавителем. Разводим очень жидко, постепенно добавляя разбавитель в краску. Нужно довести белую краску до состояния, чтобы она сваливалась с ножа. Теперь мы должны набросать композицию наших цветов, где они расположены. Они не должны расположены быть везде и хаотично. Мы привязываем их к какой-нибудь линии, например, вот к этому изгибу. Рисуем несколько пятен под цветы. Они должны быть не кругами, а обязательно вот такими асимметричными фигурами. Нанизываем эти пятна на нашу линию. Теперь этим пятнам нужно дать серединке. Серединка показывает, куда будет смотреть цветок. Если поставить его по центру пятна, он будет смотреть на нас. Если свести в какую-то сторону от общего центра, он будет смотреть именно в эту сторону. Сейчас мы даем в центре цвета в цветах цвета, маленькие церковь. Если мы поставим цвет на центр от цвета, то это означает, что цвета цвета будет смотреть на нас. Теперь мы берем большую кисть и начинаем делать подкладку по цветам. Итак, что такое внутренняя тень? Нам нужно абстрагироваться от вот этих светлых лепестков и нарисовать вот эти темные краски пятнами, большими пятнами. Вот, например, здесь это сплошное пятно тёмной-тёмной краски. Попробуем рисовать сейчас моноцветы, например, белые пионы. Для этого мы сделаем много серой краски. Берем любую чёрную краску и мастихином делаем плавный переход от очень тёмного к светлой серой краске. Белой краски, как таковой, пускай не будет. Пускай самая светлая краска будет всё равно серенькой, лёгкий серый оттенок. В живописи маслом чисто белую краску редко используют. Сделали серый цвет. Сейчас я на палитре покажу разницу. Вот она, на полотне. Вот какая большая разница между белой краской, чисто белой краской, и нашим самым светлым колером на палитре. Итак, теперь нам нужна жёлтая краска, кадми-лимонная. И пока всего лишь этими тремя красками мы будем делать наши подкладки под цветы, внутренние тени. Очень советую брать какую-нибудь прокладку, это полиэтиленовая плёнка, чтобы не было контакта руки с красками и разбавителем. I strongly recommend you to have a special полиэтилен kind of paper, so by this way you will not contact with the rack, and your hands will not be that dirty from the oil painting. Cadmium and the cobalt are pretty toxic paintings. Начинаем наносить наши внутренние тени. So now you have to apply your inside shadows. Краску мы ещё разбавляем. Нам нужно максимально тонкий слой краски. Well, also, don't forget to mix the paintings with a thinner, or white spirit, because it's very important to use more liquid type of painting. It will be easier to paint later. Внутри цветок более жёлтые, снаружи более серые краски. So the inside of the flower it's more yellow colors, but outside of the flowers there are darker type of colors. It's grey, серый, серый, серый. The gradient between yellow and black. Да, для первого слоя мы используем грубые кисти из щетины. So for the first layer on the canvas we are using the Bristol paints. Yes, Bristol, yes. Brushes, Bristol brushes. Bristol brushes, да. Да, как видите, начало достаточно тёмное. Если рисовать на белом холсте, не нужно пугаться вот таких вот тёмных красок. So as you see, for the starting we are painting pretty dark, but don't be afraid that the light canvas and the dark places are conflicting between each other. It will be workable later. Да, постепенно наши цветы превратятся в белые. Постепенно. Slowly our flowers will be more white, but for the beginning we are using darker colors. Отлично. Еще важный момент технически, как разбавлять краску. So the technical pretty important thing is the way how we are mixing colors with a white spirit. Мы не макаем кисточку вот так, иначе мы захватим очень большое количество разбавителей. We never put in the brush like this, like perpendicular toward the liquid. Нам нужно уголочком зацепить именно ту капельку, которая нам нужна для работы. We have to touch by corner of the brush to the liquid. Пятна под цветы не должны быть отдельно, они должны быть как бы слиты между собой, соединяться, по крайней мере местами. Итак, цветы цветов не должны быть отдельно, они должны быть отдельно, они должны быть отдельно. Да. Чтобы не было какой-то горох, вот как у вас. Аня, еще очень важный момент, выделить кроме центра цветка еще вот эту темную линию, там где лепестки расходятся. Вот это место. Переметите правильно. That's the place where we have to apply the dark shape. Снимаем ножом лишнюю краску. Clean up the extra paints from the canvas. И теперь нам важно сделать объем нашим заготовкам. Объем. So now it's important to make the shape of the flower. Верхние части цветка должны быть более светлыми, чем нижние. Верхние части цветка должны быть более светлыми, чем нижние. Теперь большой кисточкой мы делаем форму любыми красками произвольно. Какое вам нравится? So now by a big brush we can make any background depends on what color you like the most. движение кисти крест на крест короткими движениями. The movement of the brush should be like a crossing and pretty shortly type of crossing. Краску рядом с цветами наносим так же тонко, чтобы потом эта краска не мешала живописи. We have to apply pretty thin type of painting on the canvas. Для фона не нужно брать яркие краски, иначе цветы не прозвучат на фоне ярких красок. Фон подводим прямо к заготовке цветка, не оставляем контур. So don't leave empty points between the shape of the flower and the background. Try to touch the background and the flower together. Yes. Итак, мы сделали что-то похожее, и теперь вам нужно дать нашим краскам немного подсохнуть. So we made something like that, and for now we have to wait for some time to make the painting a bit dry. Для того, чтобы разбавитель выветрился из краски, и она немножко загустела. Because we have to wait the white spirit to go through the painting, and the painting still goes down the canvas. Минут 20 минут. Или же ставим на вентилятор, чтобы сократить время до 5-10 минут. Or you can put the painting in front of the fan, and wait less than 20 минут, around 15. Итак, прошло 10 минут. Теперь нам нужно облагородить фон, чтобы можно было на него уже рисовать цветы. So now we have to work on background and make it more colorful, so we will be able to work on flowers later. Да. Это делать можно разными способами, но принцип один – работать на высветление. Более светлыми красками по темному. Итак, если у нее есть то, что мы можем работать на цветах альтернатом, то есть иначе мы делаем которое будет сложным. Поэтому главное, прежде всего, это делать эту цветку – это не 나가 rosetta, и начать краску. Постоянская цель от черной цветки – иначе, чтобы залить светлыми красками. Сейчас если мы смогли сделать светлыми красками. И вот если мы можем сдавать цвет, то что мы можем разобраться цветлыми красками. Продолжение следует... 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 Как работают кисточки? У цветка есть центр. Кисточка расположена всегда перпендикулярно этому центру. Очень важно сделать начало мазка, начало лепестка именно перпендикулярно вот этому центру. Но ведем мазок мысленно в точку, откуда все вырастает. Эта точка в нашем, вот в этом случае, примерно вот здесь. Делаем короткие движения, поскольку лепестков много и видны только кончики. Длинными мазки не делаем. И очень важно сначала делать вот такие не очень светлые лепестки. И также помните, что не очень светлые цветки. Большие лепестки мы тоже начинаем перпендикулярно к центру. Мазок перпендикулярно к центру. Но ведем все вот в эту точку. Точку, откуда вырастают лепестки. Также работаем большой кистью не очень ярко. Светлые краски пойдут в конце. Давайте проговорим. И не нужно забывать о объеме цветка. Более светлые краски мы рисуем сверху. Снизу мы немножко ставим чуть-чуть более темные краски, чтобы был объем у предмета. И не нужно забивать внутреннюю тень, которую мы отрисовали. Она должна педнеться кое-где, иначе цветок исчезнет. И все время не забываем разбавлять дополнительно краску. То есть краска должна быть акварельная, абсолютно прозрачная, чтобы через лепесток была видна нижняя краска. Пожалуйста, не забудьте добавить цветки с лепестками. Потому что цветки должны напомнить вам немного, как в воде. Это будет более полезно, чтобы красить лепестки. Очень важно, когда делаешь мазок, не вращать кисть. Не вращать. Мы ведем. Без вращения. Мазок. Начало у мазка четкое, выход с отрывом. Кончик лепестка должен быть четким, и он должен растворяться в своей тени. Я ей это как раз сказала. Да. Вот что расставляется. So by this way the flower is looking fresh and natural. Таким способом цветок выглядит свежим и натуральным. Еще этими кистями хорошо укладывать фоновые пятна, положив кисточку плашмя. In addition to that, you can use that brush to paint the background of the picture by this way, and it makes the background pretty creative. Скажем, более плашмя. Этими кистями можно объединять фон цветами. By that brush, you are connecting the flower with the background. Цветы не должны жестко лежать на фоне, они должны растворяться в нем. The flower should not be too bright and get out of the painting. It should be dissolved as one painting with a background. Особенно периферийные. Особенно периферийные, боковые. Особенно side flowers. Когда делаем большой лепесток, желательно взять краску с градиентом, то есть с одной стороны у нас будет темнее, с другой светлее. Особенно периферийные. It's pretty important thing, while you're painting the petal of the flower, while you're applying the smur, you have to make a gradient from the dark to the light colors and to smur the petal of the blossom. В этом случае лепесток становится вогнутым или выгнутым, то есть объемным. Вот так вот, поскольку цветы, лица, 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 лица. В этом случае цветы, 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 цветы. Вот этой кистью, которая есть в комплекте, кисточкой для листьев, время от времени нужно снимать контрастность в цветах. Эта кисть очень мягкая и она очень хорошо миксирует краски, очень нежно. Эта кисть очень мягкая и она очень мягкая работа с флорами и слоями. Теперь самое время набрать лепестки, немножко наметить листья. Это делать нужно плоской кистью с очень большим градиентом. Смотрите, чтобы упростить, можно отрисовать себе контур листа и потом, поставив кисть в этот контур, раздавить ее, раздавить и… Очень важен градиент. Без градиента нельзя показать вогнутость лепестка. А что краска для листьев нужно точно так же раздавлять, как и для лепестков, акварельно. И еще важный момент. Да. Если цветок располз и потерял форму, его можно обрезать фоновой краской, подобрать фоновый цвет и немножко придать форму. форму. Да. Вот как, например, вот здесь он расползся, мы немножко обрезаем. форму. Вот, например, вот здесь тоже. Немножко урезаем форму. Вот здесь, я просто кусаю немного по краю, и сделаю форму лучше и красиво. Для этого нужно очень жидко разбавить краску. Чистым разбавителем мастихином проверить на палитре, чтобы краска не была густой, нам нужна прозрачная субстанция. Какой-нибудь, любой светлый оттенок. И потом мастихином вот так вот прям брызнуть. Получаются большие крупные капли. Брызгать можно смело, поскольку это, если будет неудачное, это легко исправляется. И немножко подождать, чтобы вылетрился разбавитель. Это можно поставить на вентилятор, это вообще будет очень быстро. Вот что-то вот такое получилось. И мы там, где нам не нужно, мы очень легко в одно движение можем исправить это, поскольку здесь практически нет краски в этих каплях. Так, это выглядит просто так. Так, если вы не любите какие-то тропы на палитре, вы всегда сможете исправить и очистить, только с мягким движением на поверхности. Потому что это более водительный, и вы всегда сможете очистить. Как я делаю сейчас. А удачные места оставляем? А на более успешных места, вы просто оставь это там. Продолжение следует... 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 Итак, вот что у нас получилось с Аней, ну а на сегодня все, до свидания. Окей, окей. Так, ну все, Аня. Продолжение следует.